В этом видео я расскажу про работу с резервными копиями в Hold'em Manager. В Hold'em Manager есть возможность сделать резервные копии базы рук и настроек Hold'em Manager. Кроме того, чтобы использовать эту функцию просто для резервного копирования, ее можно воспользоваться для переноса базы и настроек Hold'em Manager на другой компьютер. Эта функция находится в менеджере баз данных, который можно открыть кнопкой справа внизу или на панели инструментов. Когда вы открыли менеджер баз данных, надо выбрать вкладку Backup. По умолчанию выбрана папка пользователя, стандартная для Windows 7 или Vista, но вы можете изменить ее на любую другую. Например, поместить файл на рабочий стол, чтобы можно было его потом проще найти. Моя база примерно 30 мегабайт. Я запускаю создание резервной копии и оно довольно быстро выполнится, потому что база совсем небольшая. Резервная копия готова. Теперь давайте попробуем восстановить ее. Нажимаем Restore. Надо указать файл. Выбрать его. И вы видите, все файлы с настройками Hold'em Manager есть в резервной копии. А ниже есть три параметра. Первый – не восстанавливать базу. Это если вы хотите восстановить только настройки Hold'em Manager. Второй – перезаписать существующую базу. Третий – создать новую базу. В этот раз давайте создадим новую базу. Надавим ее NewDB. Database Parent Folder – это папка для файлов, в которых Hold'em Manager хранит базу. Ее можно поменять, но я оставлю стандартную. Нажмем Restore – восстановить. Это предупреждение о том, что восстановление большой базы может занять много времени. Моя небольшая, поэтому все пройдет быстро. Во время восстановления резервной копии не желательно закрывать Hold'em Manager или выключать компьютер, потому что это повредит восстановлению. Я поставлю видео на паузу, потому что восстановление резервной копии занимает побольше времени, чем создание. Ну вот, восстановление завершилось и Hold'em Manager показывает вкладку с информацией о базе. Как видите, новая база не активна. Если вы хотите сделать ее активной, выделите ее и нажмите кнопку-галочку, тогда база станет активной. Вот так работают функции резервного копирования в Hold'em Manager. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова